Здравствуйте! В эфире новости «Наш день» в студии Никита Потипалов и в начале выпуска коротко о главных его темах. Без шума и пыли, с полным арсеналом, задержанные с оружием в салоне автомобиля «Сахалинцы» по решению суда заключены под стражу. К финишу через туман более двух тысяч сахалинцев стартовали на лыжне России. Пытались ловить наживца и выманивать едой. Собака четверо суток провела в коллекторе, крышку которого снял паковщик при расчистке снега. Сейчас наработок, каковых нет, мы здесь собрались для того, чтобы эти наработки появились. Все обсуждают и обсуждают. Сахалинский пешеходный арбат на Коммунистическом проспекте стал поводом для встречи в мастерской урбанистики. Самая вкусная неделя в году. Заглянем в закулисье городского парка и узнаем, какие сюрпризы готовят на Масленицу и как принято отмечать первый ее день. В понедельник это встреча. В этот день в старину наряжали большую куклу. Начнем выпуск с главной темы всех новостей сегодня. Крушение самолета Ан-148 компании «Саратовские авиалинии». Воздушное судно разбилось через 4 минуты после взлета. На борту находился 71 человек. Все они погибли. Следователи сейчас выясняют причины трагедии. Добавлю, в начале января Минвостокразвития сообщил, что «Саратовские авиалинии» начнут летать на Сахалин. Рейсы компания планирует выполнять до Благовещенска и Комсомольска на Амуре. Будут ли востребованы билеты после случившейся трагедии, неизвестно. Понервничать сегодня пришлось и пассажирам московского рейса на Сахалин. Лайнер из Шереметьево вылетел с большой задержкой. Как сообщили в справочной столичного аэропорта, причина – технические проблемы с бортом. На устранение неполадок ушло около двух с половиной часов. Вместо девяти утра самолет приземлился в Южно-Сахалинске в 11.30. Из-за этого позже отправился и самолет в столицу. И к другим темам. Пять суток ледового плена и благополучное завершение. Теплоход Игорь Фархудинов прибыл в Корсаков в сопровождении ледокола «Капитан Хлебников». Все 127 пассажиров перенесли долгое морское путешествие нормально. Для них на судне было организовано бесплатное питание, и никто не обращался за медицинской помощью. В настоящий момент теплоход проходит подготовительную работу для очередного рейса. В Южно-Курильск доставит важный груз – аварийный дизельный генератор. Сейчас заканчиваются все подготовительные работы, погрузка дополнительного груза, ну и идет, скажем так, посадка пассажиров, которые пойдут в рейс. Значит, на сегодняшний момент сейчас порядка где-то 86 пассажиров из Корсакова на Курилы идут, и порядка 60 с Курил приобрели билеты на Корсаков. По словам капитана теплохода, такого плотного льда в проливе Лаперуза не наблюдалось 10 лет. В целях безопасности им было принято решение изменить маршрут до Кунашира дойти по Сангарскому проливу в обход японского острова Хоккайдо. Рейс Корсаков-Южно-Курильск займет 40 часов пути, что в два раза дольше, чем обычно. На Сахалине и Курилах зафиксирован естественный прирост населения. Лучших показателей на Дальнем Востоке и в целом по России региону удалось добиться, несмотря на снижение числа женщин репродуктивного возраста. Все подробности узнаем в ближайшие минуты. В прошлом году на Сахалине и Курилах появились на свет более 6 тысяч малышей. Цифра серьезная, и всего небольшую долю в ней занимают детки, которые родились после процедуры ЭКО. В последние годы этот метод лечения стал более доступен, и пройти его можно практически бесплатно. Важно быть готовым к тому, что процесс занимает длительное время. К примеру, в прошлом году в отделение планирования семьи Сахалинской областной больницы обратились 1200 женщин, но только 167 из них получили лечение. Женщин мы готовим, обследуем и направляем в клиники Российской Федерации. Чаще наши женщины пользуются услугами клиники города Хабаровска, города Москвы, Санкт-Петербурга. Беременность наступила у 38%. Уже 12 родов произошли, которые наступили в 2017 году, и родилось 16 детей. По данным специалистов, улучшение демографии способствует большая работа. Врачи получили возможность максимально рано выявлять врожденные пороки развития плода. Для женщин, которые сомневаются в своих силах, проводятся тренинги. Немаловажную роль играет и доапортное консультирование. Да и следить за состоянием своего организма, говорят в Минздраве, людям стало значительно проще. В регионе открыты центры здоровья как для женщин, так и для мужчин. Ведь только 10% зависит от нас, а 90% это зависит от человека, от того, какую установку он себе дает. Здоровый образ жизни – это не просто слова, это должно стать образом действия, потому что только здоровый человек может дать здоровое потомство. Кроме того, на Сахалине действует чуть ли не рекордный социальный пакет, который также влияет на изменения показателей в демографии. В этом году добавился еще один бонус. По инициативе Владимира Путина введена ежемесячная выплата при рождении первого ребенка. Ее размер составляет 14 700 рублей. Введена новая мера, также в случае рождения первого ребенка – это областной материнский капитал, размер которого составляет 150 тысяч рублей. Воспользоваться им могут женщины в возрасте от 19 до 25 лет включительно. Тут условие одно – необходимо проживание на территории области, рождение, регистрация ребенка. Деньги от материнского капитала можно направить не только на улучшение жилищных условий или образование, можно получать пособия. Каждый месяц или квартал возможен вариант единовременной выплаты. Художник и дизайнер Алексей Дружинин, кисти которого принадлежит роспись фасадов в новом микрорайоне Дальнего, провел мастерскую для урбанистов. Тема – проектирование пешеходных зон. Участники обсудили идею создания Сахалинского Арбата. Первый и главный пункт дискуссии, а где вообще его можно расположить, чтобы и в центре остаться, и автомобилистам не слишком помешать. Настоящий лидер должен уметь все, если надо, и проект по программе формирования комфортной городской среды разработать. Участники регионального конкурса на Сахалине объединились в инициативную группу. По графику у них множество встреч и лекций. Нашмевшую тему Сахалинского Арбата обойти стороной не могли никак, поэтому встречу мастер-класс с руководителем Сахалинской мастерской урбанистики, художником и дизайнером Алексеем Дружининым посвятили проектированию пешеходной зоны. Идея есть закрыть там автомобильное движение и положить плитку, насколько я понимаю, и посадить некое дерево в центре. Я думаю, что эта идея не является. Почему? Потому что все-таки это транспортная артерия. И идеальным вариантом будет совместить пешеходную зону с автомобильной, такой опыт международный есть. Сейчас наработок, каковых нет, мы здесь собрались для того, чтобы эти наработки появились. Мнения разделились. Кто-то придерживается идеи, что уложить брусчатку и развернуть этакий сахалинский ремесленный рынок нужно именно на Компроспекте, несмотря на чье-либо недовольство. Другие урбанисты предлагают выбрать под Арбат менее значимую транспортную магистраль, например, улицу Зержинского или Антона Буюклы. Кроме лавок с традиционными сахалинскими сувенирами, есть и другие идеи, что нужно разместить на Арбате. Например, круглосуточный танцпол для молодежи. Или обустроить аллею с качелями, которые сами бы постоянно раскачивались. Еще одна мысль – сделать подогрев брусчатки, чтобы морозной зимой был шанс попасть, если не в лето, то хотя бы куда-то в месяц май. Ну, безусловно, сложности заключаются в том, что, во-первых, эта улица должна быть оптимально расположена, близко к центру города, чтобы быть пешеходной. На ней должна быть достаточно инфраструктура, и также за предходы машин на ней не должно сильно влиять на дорожную ситуацию в городе, которая и без того не особо хорошая. Сахалинский Арбат на участке Коммунистического проспекта – повод для споров между пешеходами и автомобилистами уже не первый год. Позиция тех, кто за рулем, даже небольшой перекрытый участок существующих в городе дорог, сразу приводит к пробкам. Противоположная точка зрения – в любом городе Арбат становится визиткой. И даже если перекрыли важную автомагистраль, как произошло, например, в Сочи перед Олимпийскими играми. И даже в Корсакове пешеходная улица есть. Действительно, такая улица необходима, особенно для мам с маленькими детьми, потому что, действительно, гулять порой негде, это даже и в целях безопасности. Для Южно-Сахалинска это будет очень актуально, в связи с тем, что город очень большой, очень обширный. Тут даже мест не хватает на парковок, не то, что где-то с детьми погулять. Идея перекрыть компроспект на участке от Мира до Дзержинского и создать там пешеходную улицу будет вынесена на открытое голосование. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» это не единственный проект. Сейчас администрация Южно-Сахалинска формирует окончательный перечень, который выставят на рейтинговое голосование. Выбрать идею себе по душе можно будет в один день с выборами президента России 18 марта на избирательном участке. Собака угодила в открытый люк. Об этом рассказали жители одного из дворов на улице Комсомольской. Крышку сдвинул погрузчик во время расчистки от снега. Коммунальщики лишь закрыли провал фанерой, оставив там собаку-узницей на четверо суток. Это не кадры из фильма про мучителей животных, а самая настоящая спасательная операция. Волонтеры пытаются вызволить собаку, упавшую в открытый люк, и поймать ее, так сказать, на живца. Надеются, что другая собака привлечет испуганное животное, и узница все-таки выйдет к людям. В четверг, после обеденное время, в нашу редакцию поступает сообщение от южно-сахалинцев. После нескольких звонков удается выяснить, кому же принадлежит коллектор. На место отправляется наша съемочная группа. Получилось так, что она стала не только съемочной, но и съемочно-спасательной. Возле люка уже вовсю орудуют работники СКК и дежурное подразделение поисково-спасательного отряда имени Полякова. На месте выясняем подробности. Чистили снег, сдвинули крышку люка, да так люк открытым, и бросили. Чистили, вот кто чистил, его надо наказать. Я говорю, ладно, собака упала. А если бы человек? Сообщение о том, что открыт люк, и в нем собака поступила в четверг. Но животное, как оказалось, сидит под землей с понедельника. Понедельник, женщина, проходила рядом здесь женщина, и говорит, упала собака. Пошла в ЖЭК, я погулял с собакой, подошел, здесь дворник были, да, вот побольше вашей собаки, точно упала собака. И все. И на этом, я думал, ЖЭК ее достал, все. А вчера какое число было? Пошел, погулял с собакой, подхожу к люку, она там плачет. Открыл люк, она там в люке, оказывается, сидит. К операции подключились волонтеры. Люди попытались приманить собаку едой, но от стресса и страха узница на них даже не реагировала. Принято решение лезть внутрь. У маленькой, такой хрупкой Галины, только ноги торчали из трубы. Собака напугана и постоянно уходит дальше по трубам. Решено. Должна помочь деревянная конструкция, похожая на лестницу. Стройматериалами обещает помочь администрация города. Трое суток волонтеры дежурили у люка и предпринимали все новые и новые попытки спасения. Сооружение сработало. И на четвертые сутки пленница выбралась из люка. Во время спасательной операции по сугробу мимо люка продолжали ходить мамы с детьми, школьники, собачники со своими питомцами. Я сюда хожу каждый день в школу. У меня школа начинается в два часа. Я хожу здесь и слышу как одного идут. А мы здесь постоянно гуляем. Тут дети постоянно тоже играются и люди ходят, которые с БКМ на остановку. По информации Сахалинской коммунальной компании, 7 февраля люк тепловой камеры по адресу улица Комсомольская, 285А, закрыт капитальной крышкой. Возможно, если бы не история с собакой, об открытом люке коммунальщики узнали бы после более трагичной новостной сводки. В свою очередь администрация Южно-Сахалинска просит в подобных случаях сразу же звонить диспетчерскую службу управления мониторинга городского хозяйства по номеру телефона, который указан на ваших экранах. Эфир продолжит рубрика «Точка отсчета». Виновата гололедица. На этом настаивает водитель вот этой легковой «Тойоты», которая попала в аварию, в районе железнодорожного переезда по улице Ленина. Как рассказал нам водитель отечественного внедорожника, он двигался в сторону областного центра. Остановившись в колонне, спустя несколько секунд он ощутил удар сзади. Как оказалось, его настигла попутная «Тойота Кроун». В результате столкновения УАЗ, он же в простонародье Буханка, получил незначительные повреждения железного бампера. А вот «Тойоте» серьезного кузовного ремонта не избежать. Люди в аварии не пострадали. Что касается водителя седана, то дама села за руль, будучи лишенной водительских прав. На Сахалине в отношении перевозчиков оружия возбуждены уголовные дела. Напомню, их задержали ровно неделю назад на окраине Троицкого. В салоне 200-го ленд-крузера оперативники обнаружили укороченный калашников, два пистолета и 300 патронов различного калибра. Еще сотню патронов нашли в ходе обыска квартиры одного из задержанных. Как сообщает портал stv.ru, за рулем находился 40-летний ранее судимый мужчина в салоне, его ровесник – пассажир. По оценке экспертов, все оружие и боеприпасы пригодны для стрельбы. По решению суда, задержанные заключены под стражу, возбуждены уголовные дела по нескольким статьям. Расследование продолжается. В Корсакове начинаются судебные слушания над гражданином Китая. 33-летний подданный Поднебесной обвиняется в покушении на дачу взятки за покровительство. Это произошло в ноябре прошлого года. С целью уйти от ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность, обвиняемый, находясь в служебном автомобиле, передал сотруднику полицию взятку в размере 100 тысяч рублей, при этом пообещав, что будет передавать ему ежемесячно по 50 тысяч рублей. Быть крышей сотрудник АБЭПа отказался, а весь процесс передачи взятки проходил под незримым контролем оперативников. За это преступление турист, он же предприниматель из Китая, может оказаться в нашей тюрьме на срок максимум до 8 лет. Плюс ему придется еще и заплатить внушительный штраф. Самое большое – до 3 миллионов рублей. Началась масленичная неделя. Напряженное время для сотрудников городского парка. Там вовсю готовятся к воскресным массовым гуляниям. В предпраздничном закулисе побывала наша съемочная группа. Для сотрудников городского парка масленица – это не только аппетитные блины, но и долгая кропотливая подготовка. Работа сейчас кипит в костюмерной. Программа в этом году масштабная, поэтому над реквизитом здесь трудятся всю неделю. Швее, только чтобы подобрать ткань для сцены с нужным рисунком, пришлось обойти весь город. В итоге заказали с материка. Своему делу сотрудники отдаются со всей душой. В понедельник – это встреча. В этот день в старину наряжали большую куклу, возили по деревне, а потом ставили ее на большую гору. Ну и потом первый блин бросали в ту сторону, откуда весну ждали. Ну вот мы с вами встретились, да, вот встреча, да. Готовим масленицу, ее готовят, да. Я думаю, не сегодня повезем, но в воскресенье обязательно мы ее привезем. Одновременно в воскресенье в парке заработают 10 игровых площадок. Сейчас территорию подготавливают, расчищают. А здесь готовят столбы для любимого развлечения мужчин. Чтобы, взбираясь на самый верх, никто не поранился, его очищают от коры. Самые ловкие, смелые получат ценные призы, обещает руководство парка. Поэтому пока можно поупражняться. Параллельно работают все аттракционы наши, веревочный парк, наши игровые программы, ватрушки приготовим максимально. Ну и постараемся еще сделать даже сюрприз. В этот день мы приглашаем всех жителей и гостей города к нам в парк. Будет очень весело, очень тепло и дружно. И подбираемся к самому вкусному символу масленицы – блинам. На площадке от медиахолдинга АСТВ в городском парке развернется кухня под открытым небом. Поэтому гостей праздника ждет не только отличное настроение, интересная игровая программа, но и вкусное угощение. На площадке от медиахолдинга АСТВ будут трудиться 20 поваров. Это преподаватели и студенты Сахалинского техникума-сервиса и политехнического колледжа САГУ. Они покажут свое мастерство в кулинарном китчен-шоу на открытом воздухе. Главное – праздничное угощение блины. Гости получат абсолютно бесплатно. Ребята, участвующие в движении WorldSkills, участвующие в чемпионатах WorldSkills, в подготовке к нашим чемпионатам, примут участие в изготовлении традиционных русских блинов. Это будет достаточно интересно, зрелищно и вкусно. Ну а после того, как сахалинцы поиграют и отведают блинов, их будут ждать на озере. Здесь, по традиции, сожгут чучело в знак прощания зимой. На старт вышли более 2000 сахалинцев. 36-я лыжня России прошла в плотном тумане. Но погода не испугала ни спортсменов, ни более массовую категорию участников-любителей. Самыми юными спортсменами стали дошколята. Разрезая лыжами снежную трассу. Каждый хотел оказаться первым на соревнованиях. Даже плотный белый туман, который навис над местом проведения, не помешал преодолевать дистанцию. Более 2000 человек со всех районов области приняли участие в массовом старте «Лыжня России». Совместно с Министерством спорта Сахалинской области мы уже в десятый раз проводим вот так вот глобально и в больших масштабах это мероприятие. И мы решили сами учредить еще дополнительные дистанции. Это, конечно, для детишек, для самых маленьких 200 метров, 2 километра, дети школьного возраста, 5 и 10 километров. Это все желающие и старшие. Во всех российских регионах массовые старты проходят вот уже 36-й раз. Первыми их серию по всей стране начали на Дальнем Востоке. Принять участие в этих соревнованиях мог любой желающий, даже без инвентаря. В палаточном лагере работал бесплатный прокат «Лыж», где выдали около 400 пар. Также каждому при регистрации вручали номер и шапочку с символикой забега на память. Первыми стартовали самые юные спортсмены от 3 лет и старше. Им предстояло преодолеть 200 метров. За ними эстафету на 2 километра приняли школьники. Борьба и конкуренция среди этих ребят была серьезной. Нереально здесь победить, это уже понятно. Все ставят подножки, палки забирают, несколько раз за палками возвращалась. Вообще прикольно, такой адреналин туда-сюда. Мне понравилось. Дарья Шацких участвует в этих соревнованиях уже шестой год. Для нее лыжный спорт – это не просто хобби. Даша занимается им профессионально уже 9 лет. Она преодолела дистанцию в 5 километров менее чем за 12 минут и заняла первое место. Трасса в основном пологая. Всего лишь на 5 километров два подъема. Остальное – под спуск. И лыжи хорошо работали, поэтому особых трудностей не составило преодолеть эту дистанцию. Но такие старты не всем даются легко. Уже на финише силы покидают многих участников. На самой длинной дистанции за первенство боролись только мужчины. Первым пришел Иван Кустов из Ноглик. Вторым был Никита Хаян. А почетное третье место у Александра Пальникова. Дистанцию в 10 километров преодолел и губернатор области Олег Кожемяка. В субботу он вместе с сахалинцами отметил спортивный праздник. Трасса, я считаю, что для биатлонов, для прогулочных, она лучшая. Есть у нас, конечно, и Санта, но она более сложная. Есть биатлоны еще более сложные. Вот эта трасса просто шикарная для других мероприятий. После лыжного забега болельщики и спортсмены могли перевести дух в палаточном лагере, восполнить силы солдатской каши и согреться горячим чаем. Угощение для всех желающих было бесплатным. На этом все. Выпуски программы «Наш день», а также другие новости найдете на сайте stv.ru. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...